На такой, казалось бы, взрослый вопрос, что делать, чтобы не болеть, малыши из 19-го детсада ответят без запинки. Быстро разгоняет кровь утренняя гимнастика, после которой просыпаются защитные функции организма. Ну а после разминки можно приступить и к другим оздоравливающим процедурам. Снег здесь никого не кидают, а вот ножны и воздушные ванны подойдут всем. Так в детском саду взрослые приучают детей не болеть. Массаж на руку и пол. Затем идем в первую водичку, где у нас температура воды 18 градусов. Следующий тазик у нас вода с солью, с камушками. Здесь у нас профилактика плоскостопия, не только закаливания. Следующая водичка до 17 градусов. В 19-м саду используют так называемый рижский метод закаливания с контрастными водами и морской солью. Параллельно проводится профилактика не только простудных заболеваний. Воспитанникам этого сада не страшны ни плоскостопия, ни нарушения осанки. А для чего нужен тазик с камушками, не знаю. Чтобы улучшалось, плоскостопия не было. Мы делаем зарядку после сна, мы закаляемся всегда, делаем ЛФК. Мы занимаемся закаливанием, чтобы не болеть. Результатами работы здесь по праву гордятся. В сезон простуд полупустых групп не найдешь. Болеющих детей здесь всегда меньше, чем в среднем по городу. В месяц бывает человека 2-3 на больничном бывает. Но вот у нас группа 25 человек, 23 на выходе. Я считаю, что это все-таки работает, эта методика и помогает нам сохранить здоровье детей. А это младшая группа 9-го детсада «Радуга детства». С первых дней работы садика, открыт он всего полгода назад, воспитанников приучают к здоровому образу жизни. Пробуждающая гимнастика после сунчаса проводится в форме игры. Занятия длятся всего 7-8 минут, а для здоровья такая огромная польза. Используем ароматерапию. В данном случае сегодня мы использовали мускатный шалфей. Он способствует, так как у нас деток сейчас много с повышенной активностью, поэтому он чуть-чуть успокаивает. Деток у нас, конечно же, болеет очень мало. 7% заболеваемости за полгода, несмотря на то, что они у нас маленькие. Пока малыши разминаются после сна, ребята подготовительной группы уже плюхаются в бассейне. Плавание прекрасно дополняет такие простые закаливающие процедуры, как проветривание комнаты, воздушные ванны, влажное обтирание и умывание прохладной водой. Для чего нам нужно плавать? Чтобы закалять. Некоторые родители все же с опаской относятся к, казалось бы, простым процедурам. Именно поэтому закаливание щадящее. Но вполне возможно, что совсем скоро начинающие маржата сами попросят маму и папу прыгнуть в сугроб или облиться холодной водой.